Конструкторы сильнохода выбрали для создания корпуса робота углепластиковый композитный материал. Почему было принято такое решение и чем выгодно отличается углепластик от других материалов, расскажут коммерческий директор конструкторского бюро 1901 Екатерина Крамаренко и главный конструктор сельнохода Александр Шаенко. Углепластик это композитный материал, который состоит из углеродного волокна и сведущего эпоксидной смолы. Эпоксидная смола это двухкомпонентный состав. Из смешания двух различных компонентов образуется на вовсе твердое вещество. Ткань это волокно, плетеное определенным образом в ткань. Композиция состоит следующим образом. Берется ткань, укладывается в оснастку, пропитывается смолой и после процесса пневмилизации получается твердую глиппозит. Ткань, глинить, она уникальна по своим свойствам и она создавалась в начале прошлого века в Великобритании. В основном проводились исследования и искался материал, который может использоваться в аэрокосмической отрасли, который будет оплатать высокими жесткостными характеристиками для того, чтобы заменить именно металл. Если сравнивать углепластик с металлами, есть стандартная схема, что при равных нагрузках, выдерживаемых изделием, углепластиковые изделия будут в три раза легче алюминия и в семь раз легче стали. Основное отличие углепластиков от традиционных материалов в том, что технолог или конструктор выбирает свойства будущего изделия и формирует состав композитов в соответствии с теми механическими требованиями, которые применяются к будущему изделию. Это могут быть различные требования по жесткости, упругости, нагрузкам, которые выдерживает это изделие, по температурным свойствам, в каких температурных среде будет работать. Например, данная пластина имеет некую упругость. Она, видите, достаточно тонкая. Здесь вот эти соты состоят из двух листов углепластика, которые сами к себе тоньше, чем вот этот лист. И имеют внутри сотовый наполнитель, вот такой вот мягкий сотовый наполнитель. Но благодаря конструкции мы имеем достаточно жесткое изделие, которое не гнется. И это как раз то, что создает конструктор. Основная сложность в работе с углепластиком в том, что это во многом ручной труд. Есть несколько технологий производства. Основные из них это работа при трегом, предварительно пропитанным карбоном. И инфузия или вакуумирование, когда берется ткань, пропитывается, как я говорила ранее, вкладывается в оснастку. Далее накладывается вакуум. И изделие племеризуется при комнатной или повышенной температуре. Все эти технологии требуют очень аккуратной и точной работы человека, который выкладывает ткани. И, соответственно, достаточно высокой компетенцией практически не автоматизируется. Углепластик – это один из видов композитов, которые в основном используются в нынче в композитной отрасли. Он состоит из углеродного волокна. Но возможны и другие варианты. Вот, например, данный образец сделан из смесевого углеродного и аромидного волокна. И вот здесь уже появляются, кроме жесткости, свойства прочности, которому придают в данном изделии именно аромидное волокно такое свойство. В данном случае, вы видите, есть еще и стеклопластиковый наполнитель. Это, опять-таки, создает технолог-конструктор в зависимости от того, какими свойствами должно было дать изделие. Или вот еще один пример. Это стеклопластик. Всем хорошо знакомый. Здесь в качестве наполнителя используются стеклянные волокна, стекловолокно. И точно так же пактидная смола технология практически одна и та же, что при изготовлении углепластиков. Сравнивать углепластик в изделии с аналогичными изделиями из стеклопластиков, то уровень стоимости сырья поднимается где-то порядка в 10 раз. Сейчас страны всего мира и производители в разных странах работают над снижением стоимости углеродного волокна. Но это достаточно тяжело сделать в силу того, что для изготовления углеродного волокна нужен достаточно дорогой фрикюсер. Это волокно из полиакрилонетрина, на основании которого выжигается и в результате создается углеродное волокно. Сам пан, полиакрилонетрина, достаточно дорогой в его производстве. И дальнейший процесс создания из него именно углеродной нити тоже достаточно дорогой. Поэтому стоимость углеродного волокна порядка в 10 раз выше, чем стоимость стекловолокна. Собственно, дело было в том, что нам нужно было испечить сочетание, довольно редкое сочетание свойств. Нам нужно было, чтобы материал был не очень теплопроводным, чтобы он был с малой плотностью и достаточно высокой прочностью. Ну и, собственно, еще одно требование, чтобы у него был довольно высокий модуль полости. Все это очень хорошо сочетается как раз в углепластике. Подготовленные матрицы были переданы в цех, в котором наши коллеги приступили к производству деталей корпуса робота. Он не казался нам большим на макетах, но теперь мы впервые можем увидеть, каким он получится в результате. Первая пробная деталь – туннель. Уже готово.